Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня 9 сентября и снова в эфире программа «Точка отсчета». Сегодня у меня в гостях удивительный человек, креативный директор интернет-сервиса «Публикант.ру» Александр Ройфер. Кроме того, что Александр имеет отношение к сетевым публикациям сервиса «Публикант.ру», он критик, литературовед, известный специалист по фантастике. Добрый день, дорогие друзья! В первую очередь мы сначала будем, конечно, говорить о самом главном объекте, о основной теме нашей передачи – это интернет-публикация. В первую очередь я хочу попросить Александра, расскажите нам все-таки, что такое интернет-сервис «Публикант.ру», что такое электронные публикации, чем они выгодны и чем вообще можно привлечь как продавцов, так и покупателей электронных текстов. Спасибо за вопрос, Сергей. Интернет-сервис «Публикант.ру» существует уже несколько лет. Он предназначен для того, чтобы связать авторов или правообладателей, и конечных читателей электронных версий книг. С помощью нашего сервиса читатели могут получить книги практически во всех электронных форматах, которые существуют. Ну, и простой текстовый формат, и специальный формат FB2, заточенный под чтение специальными читалками, допустим, на карманных компьютерах, и формат PDF. В общем, все что угодно. Можно с помощью нашего сервиса продать, по чертею, продать, потому что сервис наш как раз и предназначен для того, чтобы дать механизм авторам, так сказать, возмездного распространения своих текстов в интернете. Это принципиальным образом, как вы понимаете, отличается от безвозмездного распространения, которое имеет место на так называемых сетевых библиотеках. Сергей. То есть, получается, что сервис Publicant.ru сам по себе книжки не продает? Это просто своего рода биржа, такая площадка для продажи электронных публикаций? Да, конечно. Вот так именно устроено, что именно Publicant.ru – это просто технология, интерфейс, способы оплаты, мгновенной доставки, купленные электронной книги путем заказчки, либо, может быть, в каком-то варианте даже через электронную почту. Именно так. И при этом все права на книгу остаются у автора и прообладателя тех людей, которые ими обладали до этого. Именно они являются продавцами. И именно им читатели платят деньги, если они хотят заплатить им деньги. Как раз к вопросу об оплате. Каким образом производится эта оплата? Каким образом читатель может скачать текст автора к себе на компьютер? Чем он расплачивается? Преимущество отдается электронным деньгам. Вы знаете, что существует в России. Работает несколько систем электронных денег, и Publicant.ru принимает к оплате именно вот эти разные системы электронных денег. На первом месте у нас родительская система, так сказать, WebMoney Transfer. Ну и также другие системы электронных денег тоже принимаются к оплате. Соответственно, сперва читатель должен зайти на наш сайт Publicant.ru, выбрать интересующую книжку. Практически со всеми книжками можно предварительно ознакомиться, потому что первые главы доступны для чтения бесплатно. Если ему нравится то, что он читает, если он хочет дочитать, и ему настолько нравится, что он хочет, так сказать, честно заплатить за полученные удовольствия, вполне скромные деньги, то он, так сказать, выбирает опцию оплаты и, так сказать, платит с помощью электронных систем и получает тут же то, что, так сказать, он хотел получить. Ну, не слишком ли это получается сложно? Не секрет, что все современные системы электронных денег, по крайней мере, из доступных в России, и WebMoney, и Яндекс.Деньги, и прочее, они, в общем, достаточно сложны в настройках, то есть это не то, что вынул кошелек, расплатился, или не то, что вынул кредитную карту и сунул его в банкомат. Это достаточно сложная система, у WebMoney часто теряются пароли, очень многие жалуются люди на это. Насколько вообще это удобно для читателей, не проще ли им обратиться в какие-то другие сервисы? А что я хочу задать, встречный вопрос, а что, собственно говоря, может быть проще? Оплата через кредитную карту? Каким образом можно подосмотреть оплату? Перевод через, я не знаю, через Сбербанк, это разве будет проще? Ведь все это имеет свои недостатки. Допустим, тот же денежный перевод, это представляешь, надо, чтобы читатель пошел в банк, заплатил деньги, прислал там куда-то подтверждение своего перевода и только потом получил. Это уже совсем неудобно. А что касается кредитных карт, то это, конечно, замечательный механизм, но мы знаем, что кредитные карты достаточно слабо защищены именно при платежах. Ну, тот же WebMoney защищен, еще меньше его ломают исключительно из-за безалаберности наших пользователей чуть ли не каждый день. Я подчеркиваю, что ломают именно из-за безалаберности пользователей, то есть, грубо говоря, воруют их исходные данные. Точно так же кредитные карты ломают, потому что у людей код написан на самой карте. Нет, разница все-таки есть. Дело в том, что электронные системы, они изначально и разрабатывались, разные системы, и WebMoney, и Янекс.Генди, они изначально разрабатывались для того, чтобы было безопасно платить в интернете. Абсолютной безопасности, ну, наверное, быть не может. Все-таки, если человек, ну, не совсем, так сказать, альтернативно одаренный, так сказать, не очень развитый, то он не потеряет свои деньги на счету WebMoney. Если он не будет ходить, так сказать, наявно какие-то, вот, поддаваться на подставы, то нет. Но человеческий фактор достаточно трудно переиграть. А что, я не знаю, какая система абсолютно защищена? Наличные деньги, но их тоже подделывают. Абсолютного не бывает. Ну, получается, что абсолютно защищенная, дело не в абсолютной защищенности системы, а в абсолютном или хотя бы относительном удобстве. Если читатель приходит в магазин, он достает действительно кошелек, платит деньги, покупает книгу. А здесь для того, чтобы даже скачать себе электронную версию, нужно привернуть достаточно много операций, связанных с вводом пароля, с подтверждением авторизации. Я только хотел обратить внимание, что, вообще говоря, у той же WebMoney несколько миллионов регистраций. И, соответственно, огромное количество работающих кошельков. Эти все люди все-таки разобрались с такой, якобы, сложной задачей, как вот работа с этими электронными деньгами. Стало быть, они спокойно могут пользоваться нашим сервисом. Но если кто-то еще не разобрался, ну, значит, ему надо разбираться, и существуют специальные книжки, и их надо читать, и обретать знания и умения. Вопрос состоит в другом, Александр. Вот у нас читатели уже спрашивают. Есть более простые способы скачать электронную копию книги. Это пиратские сетевые библиотеки, где не нужно никаких WebMoney, не нужно никаких Яндекс.Деньги. Просто прийти и скачать бесплатно. Чем публикант может доказать свое превосходство над такими библиотеками? Чем лучше скачивать, пусть даже за небольшие деньги, но все-таки за трату своего времени, за вот такие вот сложности по вводу WebMoney? Чем лучше на публиканец? Ну, во-первых, и в главных, это знак уважения читателя к автору. Дело в том, что те деньги, которые он платит, они там практически в полном составе, то есть более 90%, они прямиком попадают в карман автора. Когда человек скачивает, что берет бесплатно на пиратской библиотеке, он обогащает только хозяина этой библиотеки, потому что, дорогие друзья, я, наверное, не раскрою вам большой тайны, если скажу, что практически все создатели сетевых пиратских библиотек, они зарабатывают на этом, в своем, значит, сайте, на контенте, который, собственно, создали не они. Если вы хотите, чтобы, так сказать, эти люди обогащались, хорошо, но если вы хотите, так сказать, все-таки выразить уважение к тем авторам, которые доставляют вам радость, приносят удовольствие, вы читаете их и наслаждаетесь, то давайте все-таки какие-то вот перечисления делать именно автор. Ну, есть ли вообще надежда какая-то, Саша, нам расскажите, пожалуйста, о том, что у нас все-таки в России начнет появляться культура покупки электронных копий, пока посещаемость пиратских электронных библиотек зашкаливает за все мыслимые пределы, и большинство книг скачивается оттуда? Здесь есть два обстоятельства, про которые нужно сказать. Во-первых, юридический момент. Собственно говоря, только недавно, но меньше года, как появились в законах Российской Федерации прописанные все, так сказать, положения, которые не позволяют, запрещают несанкционированно распространять контент любой, в том числе и книжки, в интернете. Раньше этого просто не было, и реально юридических возможностей было очень мало повлиять на эту деятельность. Сегодня я хотел бы обратить внимание, что ситуация начинает меняться. Наиболее крупные хранилища подобного рода, они сейчас очень активно легализуются. Они заключают договоры с авторами, они начинают платить им отчисления, они сами начинают торговать. Ну, я не буду сейчас называть адреса этих библиотек, но их, в общем, несложно найти, несложно совершенно. Вот, они начинают легализовываться. Это понятно, потому что не хочется иметь какие-то неприятности, а уже сейчас все возможности есть для этого. А с другой стороны, ну, хочется, очевидно, как-то вот свои доходы выстроить тоже по цивилизованной схеме. Это вот первое обстоятельство. А второе обстоятельство – кредитспособность, в общем-то, населения. Пока у нас доходы в стране граждан, все-таки, я прошу прощения, на порядок ниже, чем в каких-то иных странах, называющих себя порой цивилизованными, ну, достаточно трудно ожидать такого же дисциплинированного подхода. Но все относительно, пиратство есть и на Западе, что мы скрываем. Ну, с другой стороны, и стоимость электронных копий, как я понимаю, у нас уникально маленькая по сравнению с западными структурами такими же. Раз шесть меньше. Если там, ну, наверное, где-то по шесть долларов просят за электронную книжку, то у нас, как правило, если мы говорим о художественной литературе, то электронная книжка стоит один доллар. И тут уж, ну, давайте говорить откровенно, если вы не можете заплатить даже стоимость бутылки пива, то за доставленное удовольствие, ну, вы сами такой вот нехороший, злобный буратино. Пусть вам будет стыдно. Ну, в таком случае, Александр, тогда расскажите, пожалуйста, подробнее. Если все-таки публикант, это биржа, это своего рода магазин продаж электронных книг, который предоставляет, ну, грубо говоря, площадь для продажи, то как выглядит схема? Вот у нас есть некий автор. Вообще, автор должен быть печатаем, у него должны быть книги, он должен публиковаться, или это может быть любой абсолютно автор с улицы? Ну, совершенно нет, это может быть любой автор с улицы, но, конечно, это должен быть настоящий автор или человек, который имеет с этим автором какую-то договоренность, желательно в письменном виде. Он регистрируется у нас в качестве продавца. Далее мы отслеживаем более-менее плотно, что он там будет продавать, чтобы ни в коем случае не допустить торговлю, допустим, там, книгами других авторов, которые про это ни сном, ни духом ничего не слышали. О, между строк, Александр, можно вопрос, а есть ограничения, там, какие-то книги, как обычно у нас сейчас пишут, призывающие к межнациональной розни, пропаганде наркотиков? Да, мы, в общем, против розни и против наркотиков, поэтому такие ограничения у нас есть. Они прописаны в нашем пользовательском соглашении, которое по умолчанию принимает любой продавец и несет ответственность за его выполнение. А, то есть вы сами не отслеживаете? Мы отслеживаем то, что в наших силах, но у нас, знаете, так сказать, уже, наверное, за тысячу продавцов и достаточно, может быть, сложно всех отслеживать именно в прямом эфире, но нам помогают, обращают наше внимание на какие-то контрафактные книги, и мы этот вопрос урегулируем. Ну, то есть, грубо говоря, если выкладывается контрафактная книга или вот такая вот противозаконная, то ответственность будет нести продавец? Ответственность полностью несет продавец, и, как бы сказать, естественно, продажа этого товара моментально устанавливается, а если продавец это сделал не по своей, так сказать, неопытности, а вот из злого умысла, то мы моментально аннулируем весь его аккаунт, так сказать, и что нам позволяет сделать это самое пользовательское соглашение. Но я должен сказать, что у нас, в общем, не было до сей поры случаев, что вот мы снимали бы каким-то политическим или там юридическим, я имею в виду, вот, ну, знаете, экстремистский, так сказать, такого случая у нас и не было пока, а вот нарушение чужих авторских прав, к сожалению, было очень часто, сплошь и рядом, постоянно приходится этим заниматься. Но мы уж тут ничего, в общем-то, иного, кроме того, как делаем, мы уже делать не сможем, потому что у нас, извиняюсь, презумпция невиновности даже в суде принята, поэтому мы не можем подозревать всех входящих в том, что они будут нарушать закон. Поэтому у нас как была свободная регистрация продавцов, так она и будет без этих предварительных проверок, а вот то, что они будут реально продавать, вот это уже мы будем смотреть. — То есть, получается, что вот такая вот свобода выкладывания имеет свои обратные стороны, которые могут стать неприятными? — Ну, нечто вроде карательной цензуры, как вы знаете, предварительной цензуры в России нет, но по результатам можно чего-нибудь заработать. — И все же, давайте тогда продолжим, вот этот наш обычный автор, ну, с улицы, не с улицы, ну, по крайней мере, который уже написал какое-то количество текстов, вообще какие ограничения по объему, то есть можно ли выложить один рассказ? — Ну, конечно, конечно, можно, можно выложить один рассказ, можно выложить 28 толстых романов, в общем-то, дисковое пространство многое стерпит, тем более, что достаточно трудно его забить, как вы знаете, именно текстовыми материалами, а иной контент музыкальный, видимо, у нас пока не распространяется. — Так что можно. Другое дело, что рассчитывать на какие-то продажи неизвестному автору можно только на случайные, потому что все-таки продается в интернете ровно то же самое, что и на бумаге, зависимость совершенно четкая. — Кстати, вот в анонсе программы этой, которую я прочитал на сайте liveradio.ru, было написано, что сервис никому не принес выгоды, но это, мягко говоря, не точное информирование, потому что известные авторы, которые продаются, продают свои книжки с помощью нашего сервиса, они получают достаточно нормальные деньги, учитывая все входящие обстоятельства из интернета. — Я как раз хотел перейти к этому следующему вопросу. — Это Ник Перумов. — Один из известных авторов, достаточно известных, с достаточно популярной фамилией, я не буду сейчас говорить, просто к слову, сказал, что он заработал за все время, как его книги выложены в электронную продажу, не только в публиканте, около 70 долларов. В любом случае, я думаю, что даже у Лукьяненко доходы по скачанию несопоставимы с тиражом бумажных книг и, естественно, с гонорарами. — Ну, конечно. — Вот недавно мне пришлось порассуждать на тему электронных публикаций на страницах журнала «Мир фантастики». У меня лично складывается такое впечатление, что на данный момент ни культуры, ни продаж, ни покупок электронных копий у нас еще пока нет, а это все исключительно задел на будущее. — Ну, ведь обретение культуры — это какой-то процесс, нельзя вот так вот сразу прийти, и вот мы сразу, бах, попали в какое-то царство, где молочный рейд, эти сильные берега. Нет, надо немножко, так сказать, для этого поработать. Кстати, раз уж и речь зашла о журнале «Мир фантастики», не могу не обратить внимания. PDF-версии этого журнала также можно найти у нас на сервисе, редакция продает через наш сервис этот вот свой интересный журнал. — То есть вы, Саша, хотите сейчас призвать авторов к тому, чтобы они активнее работали с такими вот возможностями, с новыми способами общения с читателями, с электронными копиями, и встроили то самое царство с кисельными берегами? — Я бы призвал авторов как минимум контролировать этот процесс, не считать, что вот его надо пускать на самотек, что вот кто-то отсканировал, выложил, ну и ладно, ну и пусть лежит, или, допустим, так сказать, или наоборот, там, не пусть лежит, я сейчас, так сказать, всех закопаю этих пиратов. Нет, надо самому держать это в своих руках, даже я бы рекомендовал не передавать это право в авторских договорах издателю, потому что издатели пока не умеют обращаться с правами на распространение книг в интернете, это называется по юридическим языком, выражаясь, право на доведение до всеобщего сведения. — И вот издатели пока с этим бумажные, они работают плохо, поэтому для автора может быть интереснее самому контролировать этот процесс с помощью нашего сервиса, или, может быть, каких-то других, мы не существуем, в безвоздушном пространстве есть какие-то параллельные... — Самому? Много ли у нас юридически подкованных авторов? — Насколько я знаю, сейчас публикант, или, может быть, даже вы лично, Саша, начинайте работать с авторскими правами в интернете, расскажите немножко об этом проекте и о том, как он будет помогать авторам отслеживать свои права. — Я хотел бы уточнить, хотел бы уточнить. Дело в том, что работать с авторскими правами в интернете может юридическая какая-то контора, ну, вроде литературного агентства, например. — Есть сейчас проект, мы в нем как бы не участвуем, мы являемся только наблюдателями за этим процессом, есть сейчас проект, когда действительно авторов призывают заключать, кстати, не одно агентство с ними договора, а агентства, в свою очередь, обязуются защищать права, отслеживать сетевые публикации, разбираться с публикаторами, которые это сделали без спросу. — Это может быть полезным, это может быть полезным, но у нас все-таки специфика другая, мы именно предоставляем технологию продаж. — Ну, в любом случае, я так понимаю, что публикант имеет свой процент с каждой продажи, соответственно, чем больше легальных официальных продаж, тем больше будет заработка у публиканта, и вам выгодно, чтобы пиратские библиотеки были закрыты, чтобы публикант как бы существовал, ну, и схожие структуры существовали в неком нормальном таком юридическом пространстве. — Отвечаю. Нам, безусловно, выгодно, чтобы в сети не нарушались авторские права. И когда люди злостно это делают, не реагируют ни на какие просьбы авторов, ни на что, то, конечно, это вызывает протест и желание урегулировать этот вопрос. — Но для нас совершенно принципиальным является то обстоятельство, что бесплатные книгохранилища в сети, легальных книг, они должны быть, потому что само по себе чтение в интернете, я считаю, что за ним будущее, его надо поддерживать. — И если мы не можем его поддерживать, сразу скажут, ты знаешь, вот заплати нам сразу, вот тогда уже там чего-нибудь почитай. — Нет. Пусть будут, вы знаете, есть большой корпус, огромный корпус, той же классики, которая является общественным достоянием, книг, которые уже вышли из-под срока действия авторского права. И такие хранилища мы только приветствуем. Кроме того, многие авторы, молодые авторы, они резонно понимают, что для начинающего, совсем начинающего, наличие текста в сети — это бесплатная реклама. Вот для мэтра это уже совершенно не нужно. Не знаю, для Марии Семеновой, для Сергея Лухьяненко, для Головачева. Их и так уже все знают, они, как бы, так сказать, заработали себе имя. Им такая реклама не нужна, для них это, в общем-то, прямой убыток, будем так говорить. А для молодых авторов такая реклама нужна. Так что пусть бесплатные сетевые хранилища будут, но пусть они будут законопослушными. — А, то есть бесплатные сетевые хранилища, типа, ну, например, библиотеки Машкин, — Да, типа библиотеки Машкова, да-да-да. — Для них все будущее открыто, а вот такие пиратские библиотеки, которые именно сканируют купленные книги в магазине, выкладывают копии популярных книг и ничего за это не выплачивая авторам, это юридический контрафакт. — Конечно. Кстати, ну, если вы походите по таким библиотекам, вы увидите, что каждый клик будет сопровождаться, так сказать, обрушением на вас огромного количества баннеров, потому что, в общем, на каждой вот такой акции люди зарабатывают, и, ну, я не знаю, это, конечно, трудно, наверное, назвать сверхдоходами, но это неплохая прибавка. — Но при этом каждый владелец такой библиотеки бьет себя в грудь, рвет на себя там волосы и тельняшкой, кричит, что он сторонник свободной распространения информации, и он как бы против тех, кто продает в интернете, и у себя выкладывает бесплатно. — Ну, сказать можно многое. В реальности, как бы сказать, вот подобное так называемое свободное распространение информации может привести только к уменьшению поступления этой информации, потому что источник ее может, в общем-то, сказать, достаточно, ну, помереть с голоду, например, в крайнем случае. — Саша, вот вы упомянули о перспективах чтения в интернете. Вот читатели у нас спрашивают, какие перспективы у обычных книг, бумажных, у аудиокниг, у электронных копий, есть ли у вас какие-то прогнозы? — На мой взгляд, процент чтения в интернете, или, скажем так, с экрана компьютера, будет только возрастать. Уменьшаться он не будет. — Какое в итоге будет процентное соотношение между бумажным рынком и рынком электронных книг, сказать сейчас чрезвычайно затруднительно, и никто не возьмется ни у нас, ни на Западе, там тоже это все находится в процессе становления, на самом деле. Но появляются, обратите внимание, чуть ли не каждый день какие-то новые устройства для чтения электронных книг. Например, Sony выпустила свой ридер, вот этот, он просто вообще замечательная игрушка. Кроме того, простота, быстрота распространения электронных книг, доступность их в любой точке, даже нашей страны. Приенди, сколько нужно времени, сил, денег, чтобы привезти новую книжку, я извиняюсь, Петропавловск, Камчатский из московского издательства. А по интернету она доступна, может быть, за считанные секунды. И, так сказать, расходы на распространение, ну, просто не сравнимы. То есть, я считаю, что, как бы, доля электронных книг будет возрастать достаточно быстрыми темпами. Я уже знаю, что некоторые наши крупные издательства, ну, что скрывать, там, такие, как Olmo Press, Exmo, они уже, так сказать, поставили перед собой бизнес-задачу активно торговать книжками через интернет. Ну, вот, правда, они сейчас на стадии постановки бизнес-задачи, и поэтому мы пока ничего там, в общем-то, реального не видим, но они уже вот понимают, что рынок меняется, меняется очертание. Насколько я знаю, намного активнее сейчас идет работа с аудиокнигами. А вот многие гости, что были у нас в передаче, когда я задавал вопрос по поводу будущего бумажной книги и по поводу электронных копий, высказывали такое сомнение, что пока не будет изобретено в нормальную цену устройство, с которого можно читать от отраженного света, ну, как вот от бумажного листа, да, мы же никакой подсветки не используем. Ну, есть же электронная бумага, ну, уже все изобретено. Пока не будет все это в доступной цене, естественно. То сейчас пока тотального увеличения процента чтения электронных копий не будет. Основная перспектива сейчас у аудиокниг. Или вы считаете наоборот? Ну, аудиокниги имеют, опять-таки, свою нишу. Она не пересекается практически с нишей бумажных книг и не пересекается с нишей электронных книг, о которых мы говорили выше. Аудиокнига потребляется, в общем, в совершенно конкретной ситуации. В машине, в поездке, в метро. Там она... Считают тоже часто в метро с наладонника. Да, считают и с наладонника в метро. И бумажные книги продолжают читать в метро. Да, конечно. Вот. Но я хотел бы еще обратить внимание, что вообще аудиокнига, ее производство, ну, в общем, стоит каких-то денег. Ее начитывают, там, подбирают музыкальное оформление. То есть, она изначально получается дороже, чем та электронная книга, которую автор может, в общем-то, создать и сам при помощи общедоступных компьютерных программ. Так что, ну, давайте не будем путать. Просто развивается отдельное направление, и, наверное, оно будет развиваться и дальше. Вы упомянули, Саша, молодых авторов, которым полезно было бы выкладывать свои тексты в сеть для рекламы. Насколько вообще сейчас положение с этим самым количеством молодых авторов у нас вообще вменяемо? У нас вот в последние две передачи было несколько гостей. Мы говорили как раз о пресловутом термине МТА, молодых талантливых авторов, об их засилии. Что вы можете сказать по этому поводу? Какая ваша позиция? Ну, я не знаю, что значит много молодых авторов или их мало. Их, я думаю, должно быть много, чтобы потом, значит, из этого общего количества вылупились какие-то удивительные мастера. Они должны пройти некоторую стадию ученичества, может быть, литературного развития. И пока они проходят, их будут называть молодыми авторами. Есть такая аббревиатура МТА, то есть, которая расшифровывается как молодой талантливый автор по самоназванию особо наглых, так сказать, в хорошем смысле слова, деятелей. Так что, кто может судить много или мало? Это может судить только читатель. Если их будет слишком много, то просто, наверное, издательства перестанут вообще выпускать их книжки и будут выпускать только те, кто... Ну, об этом сейчас только и говорят о том, что за силой МТА уже перешло все возможные критические пределы. Я прошу, что читатель книжки их читает, читатель читает книжки, их выпуск вообще оправдан книжек? Ну, наверное, это нужно у представителей издательства спрашивать. Пока выходит, значит, она оправдана. Да, я вот согласен с этой точкой зрения, что раз книжки издаются, значит, это кому-то нужно. Нет, Саш, ну вы все-таки давайте сейчас будете отвечать не как представитель публикантов, а как критик и литературовед. Вы же все-таки пишете достаточное количество критических статей. И сейчас я хочу услышать вашу позицию как критика. Вот у нас был в прошлой передаче Андрей Синицын, тоже критик. Он, в общем, не сказать, что отвергал МТА с порога. Он достаточно большой долей поддержки выступал. Единственное критическое высказание, которое мы от него услышали, о том, что МТА достигли своего уровня, они продаются и клево. И больше ничего не надо. То есть, они не хотят учиться дальше. Что вы об этом думаете? Здесь есть, конечно, некоторая опасность. Опасность. Опасность заключается в том, что издательские стратегии сейчас предполагают выпуск максимального количества книжек при минимальных гонорарах, ну и, так сказать, прочих расходах. Есть такая стратегия, ее придерживаются, ну, очень многие конторы, наверное, не стоит их называть. Вот. При этом, конечно, степень требовательности к тексту молодого автора, она падает практически до минимума. Мне иногда создается впечатление, что если принесут в издательство, ну, хотя бы более-менее связанный текст, в котором, так сказать, не происходит каких-то безумно логичных там каких-то событий, в которых все-таки действия происходят там начавшись, так сказать, за здравие, вот, за упокой не заканчивается, эта книжка обязательно будет издана. При этом автор получит, ну, буквально копеечный гонорар. И он поймет, что если он хочет дальше зарабатывать писательством, а многие люди, кстати, не все должны зарабатывать писательством, мягко говоря, ему надо писать очень много, очень часто, а качество уже не играет роли. И это, конечно, опасно, потому что, ну, молодой человек, он, так сказать, не видит стимула улучшать свою работу. Он пишет, пишет, издается, издается, он писатель, ну, может называть себя писателем. Так зачем же дело стало? Ну, вот тут, наверное, должна сыграть роль система каких-то вот символических поощрений, таких, как премии, таких, как включение в какие-то различные списки, даже те же самые списки рецензируемых книг, которые там делают тот же «Мир фантастики». Он же не берет все книги, он выбирает, ну, лучшее. Ну, вообще-то, если так взглянуть на «Мир фантастики», мы вот как раз в передаче с главным редактором говорили «Мир фантастики» с Николаем Пегасовым, 70% рецензируемых в «Мире фантастики» книг получают от 5 до 7 баллов. Высокие оценки получают, дай бог, там 3-4-5 книг. Ну, разве это не нормально? То есть, получается, что все остальные это еще хуже? Остальные еще хуже, совершенно верно. Но писать про книжки, которые получили бы 2-3 балла, ну, неинтересно. Это вот, ну, просто нет. И читать-то их неинтересно. Ну, может быть, имеет смысл хотя бы предупредить читателей, что не стоит их брать? Ну, здесь есть тонкий момент. В принципе, любое упоминание книжки ее продвигает и рекламирует. А некоторые книжки, ну, просто не хочется упоминать. Но они есть, вышли где-то, ну, и пусть там где-то и существуют. Раньше, конечно, когда была другая издательская ситуация, было больше стимулов улучшать, работать именно над качеством написанного у автора. Сейчас этих стимулов меньше, но они есть. Но, в конце концов, как сказать, это вопрос самоуважения. Если автор не хочет успокаиваться над достигнутым, он будет все равно делать свои тексты лучше, лучше и лучше. Благо, учиться есть у кого. То есть, и сейчас, и в нашей фантастике работают замечательные мастера. И с ними можно общаться, встречаться на конвентах. К ним можно даже записаться на мастер-класс. Учиться можно. Есть такие возможности. Было бы желание. Ну, это речь идет об авторах, которые только начали работать, издали там одну книжку, получили за нее мизерный гонорар. Мы же в прошлый раз с Андреем Синицыным говорили, скажем так, о другой когорте писателей молодых, о тех, кто с самого начала попал в струю, скажем, об авторах, скажем так, мультимедийного поколения, которые пишут достаточно близко к игровому контенту, который сейчас востребован молодым поколением. Они имеют достаточно хорошие тиражи, они имеют достаточно хорошие гонорары. И основная вот как раз претензия Андрея Синицына к ним была, что они достигли своего уровня и считают, что, ну, все хорошо, дальше ничего не нужно. То есть, имеет вообще смысл этим-то авторам, наверное, уже не нужно ездить на конвенты, приходить на мастер-классы. Куда дальше им развиваться? Ну, не знаю, наверное, стоит посмотреть на какую-то тогда другую сферу деятельности, да, на компьютерные игры. Как долго люди играют в одну и ту же компьютерную игру? Если это не что-то выдающееся, типа, там, я не знаю, World of Warcraft, то поиграют в игрушку, ну, где-нибудь, я не знаю, полгодика. И потом, в общем-то, интерес проходит, и уже люди начинают играть в другие игры. Соответственно, если ваша книжка по компьютерной игре, мультимедийной какой-то штуке, написана плохо, ее тоже забудут через полгода. Если вас это устраивает, ну, значит, вас это устраивает. Если вас это не устраивает, значит, пишите хорошие книжки. Ну, одна книжка в полгода, это как раз и есть своего рода стандарт для начинающих авторов. Кстати, я бы обратил внимание, что многие книги, написанные в мире компьютерных игр, в частности, которые выходят сейчас в издательстве «Эксмо», они пишутся вовсе не молодыми авторами. — Это вполне, так сказать, коммерческие тексты, которые пишутся зачастую даже под псевдонимом. — Не-не-не, мы сейчас говорим не о новелизации. — Нет, мы сейчас не о новелизации говорим. Мы сейчас говорим о книгах, написанных в такой вот стилистике. То есть, грубо говоря, фэнтези. Да, вот стандартный типаж фэнтези. Есть некий квест. У героя там вначале убили любимую собачку, он обиделся и пошел всем мстить. Нашел большой меч, всех убил. То есть, такой вот квестовый, абсолютно просто раскладываемый на мельчайшие детали момент. Это понятный мир, это привычный игрокам сюжет, это очень простой и легко постигаемый герой. И, соответственно, это считается, это востребовано. Куда дальше идти от таких текстов? — А кто хочет, чтобы автор шел дальше? Вот кто хочет? Он сам хочет? — Критики МТА многочисленные. — Критики МТА. Но я могу сказать, что не надо тратиться в нервную систему на совершенно незначащие вещи. Допустим, написана плохая шаблонная книжка, которая воспринимается на ура, ну, скажем, неопытными читателями, которые впервые, может быть, увидели, что бывают такие фэнтезийные герои, что герои могут убить собачку, он может там обидеться, пойти мстить. Вот если кто для кого-то это в новинку, он все равно это прочитает с интересом, потому что, ну, это шаблон, наработанный годами, он имеет, как бы, сказать, все свои преимущества, они все при нем. Но если автор, значит, этот читатель будет ознакомиться уже, там, с пятой книжкой про убиенную собачку, ну, я боюсь, что ему уже станет нехорошо. И он скажет, слушайте, ну, вот я читаю эту вашу фантастику, ну, такая вообще одно и то же, одно и то же, а пойду-ка я, блин, почитаю, не знаю, Картасар. И это хороший вариант будет, я скажу, хороший вариант. А если вы хотите, чтобы вас читали наравне с Картасаром, пишите лучше. То есть, грубо говоря, вы за то, чтобы читатели покидали фантастику и шли читать нерелистическую прозу? Если они не могут найти, хотя на самом деле могут найти, стоит немножко поискать, но если они не могут найти ничего, вот, лучше убиенных собачек, ну, пусть лучше читают что-то еще. Ну, как бы, да не будут, ну, просто невозможно, ну, там, пять раз одно и то же уже. Если автору не надоедает ваять, дублировать самого себя, то читателю это надоедает быстрее. Саш, вопрос от читателей. Читатель Осень у нас спрашивает, насколько ушли уже те времена, когда люди ходили в обычные библиотеки? И хорошо ли, что сейчас вот библиотеки электронной, библиотеки аудиофайлов будут перекрывать старый вот этот формат больших залов, стеллажи с книжками, стулья, тишина, мерцающие лампы? Насколько это лучше? Ну, это такой интересный образ. На самом деле, наверное, не все традиционные библиотеки могли похвастать таким вот замечательным описанным тобой читальным залом. Я, на самом деле, не вижу противоречий, поскольку я не считаю, что 100% книг будущего будут электронными, я не считаю, что бумажная книга издания умрет, ну, так сказать, в обозримом будущем, скажем так. Многие приводят там чуть ли не 10 лет уже. В случае, через 10 лет книжная, бумажная книга умрет уже с концами. Ну, это вы ему, ну, так же говорили, я прошу прощения за общеизвестный пример, так же, когда изобрели кинематограф, говорили, ну, что, ну, театр, все уже, ну, кому нужен театр? Ну, театр занял свою нишу, театр занял, в него, может быть, ходит не так много народу, но это определенная культура, это интересно, и без этого было бы плохо. То же самое, наверное, будет и с бумажной книжкой, обязательно она будет. И, соответственно, и бумажные книгохранилища, обычные библиотеки не умрут. Ну, кроме того, мне известно, что все-таки сейчас, как бы сказать, именно в России, хотя бы маленькая, маленькая толика, очень узкий ручеек вот пресловутых нефтедолларов, он все-таки попадает и в культуру, и в библиотеки, в частности. Немножко стало полегче. Так что, вот, я бы не был здесь пессимистом по этому вопросу. Получается, что в ближайшем обозримом будущем, когда по продаже электронных копий пойдет впереди планета всей, когда аудиокниги завоюют окончательно свою нишу, бумажная книга, так же, как и театр в свое время, так же, как и фотография сейчас, станет, с одной стороны, сам издатом, то есть, грубо говоря, там, домашний театр, фотографии на мыльнице, или неким элитарным культурным продуктом, как там театральные премьеры и фотовыставки известнейших фотографов. Это вполне реалистичный вариант, только мне кажется, что это будет еще не очень скоро, и не через 10 лет, а все-таки несколько подальше. У меня такое ощущение. Но загадывать это достаточно неблагодарное дело. Давайте не будем загадывать, а просто посмотрим, что будет. Так, ну, передача наша потихоньку подходит к концу. Саша, если можно, подытожим нашу беседу. Какой прогноз на существование таких сервисов, как публикант, то есть, из того, что мы сегодня говорили, наверное, это будет расти, наверное, будет расширяться ваша база. Каких читателей и каких авторов вы вот сейчас на данный момент приглашаете к себе? Всех вменяемых авторов. Всех? А читателей? Всех вменяемых авторов и всех вменяемых читателей, то есть, людей, которые понимают книги, какого автора они ищут, что они находят. Конечно, мы рады всем. Мы пытаемся как можно больше увеличить, так сказать, пользовательские свойства нашего сервиса, сделать его как можно более удобным. Уже мы опробовали варианты оплаты через SMS-ки при помощи мобильного телефона. Это вопрос о простоте и удобстве оплаты. Да, вот-вот, это хорошо. Я думаю, что если просто человек может с мобильного послать SMS, и это даст ему возможность скачать книжку, я думаю, это совсем будет просто. Конечно, количество таких сервисов будет увеличиваться, и оно уже увеличивается. Так что, есть основания здесь немножко ожидать каких-то свершений. То есть, вы смотрите в будущее с оптимизмом? Да, да. С ним. Хорошо. Поблагодарим нашего сегодняшнего гостя. Спасибо, Александр, что пришли. Всем спасибо за внимание. Очень содержательная беседа. Я надеюсь, что из молодых авторов, кто смотрели наши прошлые передачи, знает теперь, куда можно пристроить свои книги за небольшие деньги. Александр поможет, если что. Конечно. Приглашаю всех на следующую передачу. Через неделю у нас в гостях будет главный редактор журнала PC Gamer, журнала по коммерческим играм. Причем, это журнал, существующий во многих странах, выходящий одновременно на разных языках. Так что, можно узнать много интересного, особенно для нашей аудитории из TimeZero, для наших зрителей из игрового сегмента. Сейчас всем большое спасибо. Смотрите вслед за нами в 18 часов, как обычно. А, нет, уже не смотрите. К сожалению, не смотрите. Не будет за нами в 6 часов замечательной албанской передачи с Казга, с Василисой. Но я надеюсь, что потом как-нибудь вы еще ее увидите. Все, спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok